Вы знаете, вот есть такие неправильные обращения. Я немножко скажу о тех моментах, которые у нас есть в Республике Молдова. Потому что здесь у нас идут разделения. Молдаванин, Гагауз, Болгарин, гражданин Приднестровья, непризнанной республики. Но вы знаете, что все мы в России, мы молдаване. И там уже не идет деление. Откуда ты, молдаванин, Приднестровец, Гагауз? Мы все молдаване, и мы должны быть там все вместе. И вот что касается Конгресса Молдавский диаспор, в первую очередь мы работаем над тем, чтобы объединить всех наших граждан с Республики Молдова и помогать им в решении всех социальных проблем. Вы очень правильно задали вопрос. Есть те проблемы, с которыми сталкиваются наши граждане, вытекающие из определенных политических моментов, которые должны решать руководство страны. И в этих проблемах нашим гражданам слева берега помогают посольство и консульский отдел. Я знаю, что обращаются граждане, решают вопрос, потому что очень большая проблема даже по тому, что были потеряны документы. Соответственно, как их восстановить? Соответственно, как вернуться в Республику? Как установить личность? Вот с этими всеми вопросами обращаются к консульскому отделу, и консульский отдел помогает гражданам. Мы работаем по социальным проблемам. Вы знаете, граждане и с Республики Молдова, слева, справа берега, наши соотечественники, волнует, конечно, одна проблема. Проблема, как заработать денег, как заработать денег и при этом, чтобы находиться в правовом поле на территории Российской Федерации, чтобы со стороны правоохранительных органов Российской Федерации не были, в кавычках, наезды, потому что, к сожалению, эти все факты есть. У нас на сегодняшний день у Конгресса Молдавских диаспор три уголовных дела, которые мы довели до суда, и сотрудники правоохранительных органов, которые занимались вымоганием денег с граждан Республики Молдова, они привлечены к уголовной ответственности с реальным сроком лишения свободы. Раньше это были более частые случаи, повторялись сейчас. Я хочу отметить тот факт, что отношение граждан стало нашим гражданам Республики Молдова ввиду деятельности как Конгресса Молдавских диаспор, так и деятельности нового посла Республики Молдова, господина Галбура. Мы очень четко взаимодействуем по направлению помощи, сотрудничеству и взаимодействия в рамках диаспоры, потому что проблема на самом деле колоссальная. Самое большое количество наших граждан в регионах это Москва и Московская область, Санкт-Петербург, порядка 70-80%. И к нам обращаются граждане со всеми проблемами. Я принимаю лично граждан по юридическим вопросам. Сейчас после брифинга очень большое количество граждан к нам обращается, порядка 150-200 человек, которые приходят за помощью в разъяснении законодательства Российской Федерации. Приходят за помощью, финансовой помощью. К сожалению, я скажу, конечно, к большому сожалению, есть моменты, когда пытаются просто пользоваться тем, что Конгресс оказывает помощь. Но мы по возможности помогаем, конечно, всем гражданам, которые обратились. У нас есть информация об этих гражданах. Граждане нам очень, конечно, благодарны. Мы выделяем финансовые средства для наших соотечественников. В первую очередь я поставил вопрос в своей организации таким образом, чтобы мы оказывали помощь финансовую, в первую очередь, финансовую для тех граждан, которые остались без средств существования на территории Российской Федерации. Вы знаете, у нас на сегодняшний день порядка 100 случаев граждан, которые находились на грани жизни и смерти в России. Были люди, которые с обморожением ног, инвалиды, они приходили к нам. Мы лечили, переодевали, выделяем денег, кормим, даем деньги для того, чтобы помимо приобретения всех билетов на самолет или на поезд, в зависимости от состояния гражданина. Мы даем наличные средства, чтобы гражданин мог добраться с аэропорта или с вокзала домой. Мы запустили программу. Я говорю о всех социальных проблемах, не разделяя на левый берег, правый берег, потому что проблемы у всех одни. Редактор субтитров А.Семкин